В Казагра отсутствуют неиспользуемые деньги. Возвращать в республиканский бюджет тоже ничего не нужно. Об этом телеканалу «Отамикенбизнес» сообщили в самом акционерном обществе. Журналисты нашей редакции отправили запрос руководству холдингом с просьбой прояснить этот вопрос, так как в мае депутаты громко раскритиковали нацкомпанию за то, что на ее инвестсчету 5 лет находились почти 2 миллиарда так и неосвоенных тенге. Жанна Упызбаева подробнее. Судьбой неосвоенных холдингом денег в мае этого года поинтересовался мажоресмен Звольский. Он напомнил, что с апреля 2016 года на контрольных счетах наличности Казагра находились 1,8 миллиарда тенге. Речь идет о казахстанско-венгерском фонде прямых инвестиций. Вопрос об их использовании депутатами был поднят не раз. Как я узнал вчера, буквально две недели назад, вы вернули эти средства в республиканский бюджет. Но эти деньги пролежали 5 лет без движения. Хотя еще в 2017 году в рамках обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, тогдашний министр сельского хозяйства Мурзахметов ответственно заявил, что три проекта уже одобрены и имеют высокую степень готовности к реализации и финансированию. Однако через год уже другой министр сельского хозяйства Шукеев, отвечая на мой вопрос в этом же зале, сказал буквально следующее, цитирую стенограммы. Мы сейчас будем пересматривать правила, либо изменим целевое направление этих средств. Только тогда можно использовать средства этого фонда. С того отчета министра Шукеева прошло уже почти два года. Ответит ли новый министр персонально за замороженные бюджетные средства, вопрошал депутат. По ответственности, вы сами сказали, что там два министра до этого работали, и те люди, которые принимали решение по данному вопросу, в настоящее время министерство сельского хозяйства уже не работает. Повысили. Вот вы-то сейчас очень поничено в ничью ответили, Сапархан Кисипович. Пять лет лежали замороженные в силу отсутствия нормативных правовых актов. Почти два миллиарда тенге – сумма немаленькая. А потому и журналисты «Атомикен бизнес» задались вопросом, почему эти деньги так и не были освоены. В официальном ответе нашему телеканалу заявили – причина в технических сбоях. При осуществлении платежей путем инвестиций, методом долевого участия, документы, указанные в правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания, от 4 декабря 2014 года за номером 540 неприменимы. В итоге 1,8 миллиарда тенге по заявлению руководства Казагра 22 мая были переведены на счет Министерства финансов Республики. Стоит отметить, что и Венгерский экспортно-импортный банк тоже когда-то выделял такую сумму в виде инвестиций Казахстану. Однако о возврате этих денег пока речи нет. Сейчас холдинг Казагра перешел на открытый формат работы и дал отчет своей деятельности за первый квартал. Согласно документам, чистая прибыль за январь-март составила 8,6 миллиардов тенге. Хотя помнится, что в аналогичном периоде прошлого года почти такими же были убытки компании.